11.05 в Кирове. Сегодня среда и это программа «Разворот на бизнес» в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. И тема сегодняшней нашей программы «Налоговая профилактика. Как в Кирове обеляют бизнес от незаконных налоговых схем?» Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». У нас в гостях представлю Денис Александрович Смехов, руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Кировской области. Добрый день. Добрый день. Алексей Алексеевич Котличков, заместитель председателя правительства Кировской области и министр сельского хозяйства и продовольствия. Добрый день. И Владимир Леонидович Шулаев, председатель СПК «Красное знамя», также член Комитета по аграрным вопросам Законодательного собрания Кировской области. Здравствуйте. Мы не случайно пригласили людей, которые отвечают у нас за сферу, Алексей Алексеевич отвечает в целом за сферу сельского хозяйства КПК и переработки сельхозпродукции. А Владимир Леонидович один из авторитетнейших руководителей сельхозкооперативов области и в то же время руководителя управления Федеральной налоговой службы, потому что это тема на стыке налогов и продажи зерна. И будем говорить о тех схемах, которые существовали до недавних пор и, я надеюсь, уходят постепенно в небытие, когда можно было проводить махинации с НДС, когда появилась масса фирмах Даневки и так далее. Вот о том, как этот процесс проходит в Кировской области, с чего все началось и каким образом он реализуется, и дает ли он какие-то плюсы в том числе тем, кто платит налоги в полной мере и не идет ни на какие подобные схемы, давайте спросим у нашего гостя Дениса Александровича. Добрый день, коллеги. Хочу начать с того, что основным принципом, которым руководствуется Федеральная налоговая служба в своей работе, заключается в том, что мы уходим от так называемого тотального контроля, который выражается в проведении выездных налоговых проверок с периодичностью в три года, в сторону рискориентированного подхода. То есть, этим мы занимаемся уже достаточно длительное время, и на протяжении всего времени мы имеем определенные результаты, которые выразились как раз-таки в сокращении выездных налоговых проверок, и если будем брать период времени в пять лет, то они сократились в восемь раз. Что такое рискориентированный подход? Да, хотелось бы сказать, что рискориентированный подход – это как раз-таки такой подход, который использует Федеральная налоговая служба посредством тех инструментов, которые имеются у нас, то есть это программные комплексы и те программы, которые разрабатываются вновь. То есть, мы смотрим, то есть, если брать отдельные отрасли экономики, то мы устанавливаем, кто работает с неблагонадежными партнерами и в связи с этим получает определенные преимущества, конкурентные, и в том числе за счет налогообложения. Денис Александрович, что такое программные комплексы? Это может быть что угодно. Это могут быть какие-то электронные комплексы или программы, в которые включены масса людей и разных структур? Что Вы имеете в виду, когда говорите о программных комплексах? Ну, наверное, один из популярных и известных для всех налогоплательщиков является программный комплекс АСК НДС-2. То есть, с помощью этого комплекса зашито в него достаточно большое количество информации, посредством которого мы определяем, на каком этапе пропадает НДС, то есть видим риски, которые возникают при введении деятельности контрагентов с налогоплательщиками. Ну, то есть, если перевести, наверное, на современный язык, появляются большие массивы данных, которые заносятся в компьютер, да, и появилась возможность обрабатывать эти данные, анализировать и на основании их делать выводы о том, где есть риски ввода НДС. То есть, концентрация вот этих данных в электронном виде позволяет быстро проанализировать ситуацию, увидеть все пути, да, которыми пользуются налогоплательщики и посмотреть, где там вот есть как раз вот эти рисковые моменты, которые необходимо обработать. Вопрос в другом. Почему раньше это было невозможно сделать? То есть, не было самих программ, не было электронных баз данных или что? Да, конечно, абсолютно верно. То есть, все мы знаем, что технологии развиваются, и налоговая служба в этом плане развивается достаточно быстро, не только в Российской Федерации, мы можем говорить об этом, но и вообще в мире. То есть, такой системы, которая была выстроена за последние 10 лет, я могу ответственно заявить, нет ни в одной стране. То есть, мы точно можем сказать, что несмотря на то, что за 5 лет 8 раз уменьшилось количество выездных проверок, это не значит, что уменьшилось количество самих проверочных мероприятий, да, просто вы пользуетесь другими механизмами. Ну, если, допустим, в начале своего выступления я говорил, что мы проверяли сплошным методом, то есть раз в 3 года всех налогоплательщиков, то сейчас такой необходимости у нас просто нет. Мы условно видим на сегодняшний момент всю финансово-хозяйственную деятельность организации и видим, где есть риски, где есть неуплата налогов, и выходим к такому налогоплательщику. Это в худшем случае, а изначально для того, чтобы сократить давление на бизнес, мы работаем индивидуально с каждым налогоплательщиком. Насколько я представляю, еще года до 2015-го не было единой, то есть было деление налоговых служб по регионам и не было единой базы. То есть если фермы-одноневки создавались в других регионах, то, соответственно, они становились не видны, не очевидны кировскому управлению, так это или нет? Да, абсолютно. Сейчас база единая, то есть с любой территорией, то есть можно проследить движение товара на всех уровнях от одного поставщика к другому. В какое время началась проверка сельскохозяйственной отрасли Кировской области? Вы смотрите на меня, чтобы я ответил на этот вопрос. Да, я смотрю на Алексея Алексеевича Котличкова, заместитель председателя правительства Кировской области, министр сельского хозяйства. Если по большому счету, я эти проверки как министр, я их не вижу. Я рассматриваю это направление вообще по-государственному. Государственность, во-первых, это налоги. Второе, государство обязано создать условия для справедливой конкуренции. Когда мы говорим, что некоторые уходят от налогов, а некоторые добросовестно платят, это как раз система для добросовестности. И это роль государства. Первое, налоги, потому что это государственность, мы без них не можем. А второе, это справедливая конкуренция. Приведу один простой пример. Лет 8-10 назад был на общем мероприятии в Белой Холунице, район довольно лесной. И там глава района докладывал о том, что 80% дохода районного бюджета составляет доход от сельского хозяйства. Хотя 80% покрыто лесами этого района. То есть это как раз сельскохозяйственный район. Это формула Паретто, насколько я понимаю. Поэтому здесь... 80 на 20. Это как раз тема государства, которое должно создать условия справедливой конкуренции и видимости всего бизнеса. Вот эта тема, она как раз с этим связана. Когда мы говорим о сельском хозяйстве, в сельском хозяйстве гарантированно говорю, что 99,9% людей добросовестных. Конечно, они везде есть. И в сельском хозяйстве, которые бы хотели вдруг незаконно получить бюджетные средства, уйти от налогов, они есть. Но на самом деле территория у нас Кировской области, и говорю за аграрный бизнес, это люди порядочные, добросовестные. И которые хотели бы справедливости. А вот эта система, о которой мы сейчас говорим, она приводит как раз и к справедливости на этом рынке. Алексей Алексеевич, мне кажется, вообще бизнесмены, они довольно порядочные и добросовестные люди, но методы законного ухода от налога, как говорили, использование различных схем, это не я говорю. Это описано в любой литературе и в любых статьях, и об этом всегда говорят бизнесмены. То есть, что задача бизнеса? Заработать максимальное количество денег. Еще какая задача? Оптимизировать налоги. Вот оптимизация, чтобы под оптимизацией понимать, использование каких-то схем, или предложенные, например, сейчас налоговой службой механизмы, для того, чтобы было понятно, что выгодно на самом деле действовать так, как вы рекомендуете. Сельско-хозяйственные предприятия, хочу сказать, это не фирмы-однодневки. Это организованные предприятия с производством, и там все открыто. Денис Александрович может подтвердить о том, что в сельском хозяйстве, в бухгалтерии, и там все открыто, там все понятно, там нет никаких серых схем. И о чем мы сегодня говорим о схеме перепродажи зерна, да, то есть это немножечко тема, уходящая от производства, да, перепродают, вот как раз и тема. А как мы должны, как государство, уйти от схемы опрозрачности? Давайте ее опишем так, чтобы было понятно нашим слушателям. Совершенно правильно, да. Спасибо. Да, 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 пожалуйста. Да, мы сейчас будем говорить о зерновом проекте, то есть хотелось бы изначально сказать с помощью аналитики и с помощью тех инструментов, которые у нас есть. Мы принципиально изменили свой подход касательно 2017 года, если же с 2015 годом сравнивать, то есть мы сейчас говорим о проектных подходах. То есть что это такое? Проектный подход под собой подразумевает введение всей отрасли. То есть раньше мы устанавливали риски, там даже в 2015 году и говорили об отдельном предприятии, выявляли риски, шли к нему на проверку, либо там условно он исправлялся, либо мы выездную проверку проводили, то сейчас мы говорим о всей отрасли. Если говорить, какой результат мы получили от этого, то необходимо сказать, что в 2017 году был запущен проект зерновой. Результатом зернового проекта у нас стала хартия. То есть это добровольное вступление налогоплательщиков именно в эту хартию, и они взяли на себя определенные обязательства. Это уточню, 19 мая 2017 года на российском уровне зернотрейдеры подписали такую хартию. И целью ее была сформировать нетерпимое отношение к компаниям, которые получают конкурентное преимущество незаконному методу. Вот. И вот сейчас хотелось бы, чтобы все-таки Денис Александрович после короткого перерыва этот незаконный метод, который сейчас благодаря действиям налоговой и добросовестных предпринимателей ликвидирован, через 30 секунд продолжим. Итак, налоговая. Налоговая профилактика – это тема сегодняшнего разворота на бизнес. Как в Кирове обеляют бизнес от незаконных налоговых схем. Здесь в студии Денис Смехов, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Кировской области. Владимир Шулаев, председатель СПК «Красное знамя» и депутат УЗС Кировской области. Александр Котлячков. Алексей. Алексей Котлячков, заместитель председателя правительства Кировской области, министр сельского хозяйства и продовольствия. Научиство Дениса Александровича посмотрело. Надо сбавить скорость. Мы сейчас обещали рассказать нашим слушателям, а какая это была схема, против которой необходимо было принять совместные действия. Денис Александрович. Схема была очень простая. На сегодняшний момент она не действует, поскольку вступили почти все в хартию. Схема была какая. Есть реальный производитель, который находится на сельхозналоге, то есть он не плательщик НДС. В дальнейшем от плательщика, который находится на СХН, между ним и конечным покупателем были фирмы прокладки и фирмы однодневки, так называемые еще можно сказать технические организации. Когда ведомство налоговое проанализировало эту отрасль, установило определенные риски и схемы именно ведения бизнеса, определенным образом просчитало эффект от той работы, которую мы будем проводить, пришло к выводу о том, что необходимо этой отраслью заняться. И как раз таки все мероприятия, которые были проведены, в том числе и с помощью тех механизмов, которые закреплены в налоговом кодексе, стали методично работать с налогоплательщиками для того, чтобы они не применяли в своей деятельности недобросовестных налогоплательщиков, которые применяют как раз таки схемы минимизации налогов. А кто был бенефициаром этой схемы, кто был выигрышем? Это сельхозпредприятия, которые на сельхозналоги или трейдеры, которые перепродают? Вопрос в этом. То есть я понимаю, что в Кирове трейдеров крупных, наверное, нет? То есть это все-таки федеральные игроки? Не совсем так. То есть у нас есть небольшое количество трейдеров, которые тоже подписали хартию. Но если говорить о том, что кто выиграл от этого, ну выиграли, я считаю, что все. Нет. Кто выигрывал от схемы, от реализации этой схемы? В зависимости от того, чья эта схема была, тот и выигрывал. То есть если было интересно налогоплательщику, который сельхозтоваропроизводитель, если у нас такого не было, я говорю, в общем, две схемы вообще существуют, для того, чтобы, условно говоря, занесить доход, то есть ему было интересно, он фирмы однодневки включал. Если же, условно, интересно было конечному покупателю, переработчику, то было так, что и его однодневки тоже были включены в эту схему, тем самым он зарисовывал входной ДНС. И еще вопрос. Ну, у нас область специализируется на молочном животноводстве, да, не на зерновом. Понятно, что у нас доли объема небольшие, в основном для собственного потребления, фуражное зерно. Почему на молоке нельзя эту схему использовать? Так скажу, что поскольку мы являемся органом-исполнителем власти, то решение принимается Федеральной налоговой службой. Мы не можем в данном случае самостоятельно выходить там либо с харти, либо какими-то другими документами, для того, чтобы на территории конкретного региона, там, условно, были застрельщиками именно какой-то темой по налогообложению. То есть решение было принято, мы его исполнили в той мере, в которой мы должны были его сделать. Но это не связано с тем, что молоко невозможно экспортировать, а зерно – это экспортный продукт? Нет, я думаю, нет. Ну, давайте так, в двух словах, да, вопрос, он имеет место, который вы задали. На самом деле, трейдеры есть и на молочном рынке, а вообще в России, да, мы все равно говорим, зерно – это не наше, хотя наше предприятие, Владимир Леонидович, тоже пояснит сейчас немножечко в эту тему, как руководитель предприятия, который продает зерно. У нас просто небольшие продажи зерна, потому как мы регионный зернопроизводящий по нашим климатическим условиям. На молочном рынке, на самом деле, тоже есть трейдеры, и они особенно проявились в прошлом году. Я, допустим, даже и не представлял, что могут быть на рынке эти трейдеры. Это цельное молоко, не сухое? Нет, 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 цельное молоко, которое скупает и вывозит и продают, они как оптовики, закупают продукцию. Здесь же тоже эти фирмы, как мы говорим сегодня, однодневки, они же как оптовики. Они скупают в момент, когда на рынке, допустим, нашим сельхозпредприятиям осенью надо рассчитываться, они, имея определенные деньги, скупают, а потом перепродают, используя схему, и в том числе и на рынке в тот момент, когда оно подороже. Это как бы имеет место, и кроме схемы серой о чем, да, то есть это рынок, который иногда некоторые сельхозпредприятия дожидают, когда самая высокая будет цена на зерно, допустим, февраль, март месяц, да, они это выжидают, если у них позволяет их финансово состояние. Молоко, продукт, который ежедневно надо реализовать, его не будешь держать, да, то есть это такой продукт. Поэтому на рынке есть трейдеры, у нас, как правило, у нас наши предприятия на молочном рынке, они вывозят на предприятия пищевой промышленности ежедневно. У них прямые поставки, прямые договоры, потому что на трейдера надеяться, что он сегодня забрал молоко или вдруг не забрал, это как бы такого дорогого может быть стоить, да, поэтому у нас, как бы, нет такой проблемы, нет такой схемы, что, а так, на российском рынке трейдеры такие, есть и на молочном рынке, который занимается скупкой молока и поставкой там на другие предприятия. А почему они проявились особенно активно в прошлом году, вы сказали? Цена на рынке на молоко очень упала, и находились компании, которые были закупать, ну, допустим, некоторые молочные предприятия, молокоперерабатывающие, даже отказывались закупать молоко, поэтому они и проявились по низкой цене, ну, молоко, куда его, если ты сегодня на молоко переработку не сдал, это такой продукт, это такое сырье, поэтому они проявились и заходили из других регионов с предложением, и даже сколько-то молока они вывозили на переработку. Владимир Владимирович, вопрос к вам, коль скоро Красное Знамя все-таки занимается и производством зерна тоже, были ли у вас подозрения, что на вас выходили именно такие, какие-то странные фирмы, и как вы защищаетесь? Как бы странные фирмы, мы продавали, действительно продавали их в Татарстан, я думаю, что там были странные фирмы, но как бы мы дальше не вели с ними, мы продавали им зерно и больше никаких разговоров не вели, потому что у нас-то в принципе, да, Алексей Алексеевич, правда, сказал, что зерновой у нас рынок невелик, молочные, да, трейдеры, они тоже с южных регионов, там в основном всем этим занимались, и у нас тоже, вот они проявились, только, правда, Алексей Алексеевич, по молочной в этом году, когда там цена на молоко у нас была где-то 24 рубля, которые были стабильны. В прошлом, в 18-м. Ну да, в 18-м. Например, у нас было 24-25 рублей, и они покупали там, я думаю, от 10 до 14 примерно так, просто так по бросовым ценам скупали, но это вот те люди, да, это мы так и их называем трейдеры. Но мы практически с ними не общаемся. А по зерну, вот, вы просто до эфира говорили о том, что у вас есть механизм, как распознать, там, добросовестную фирму от недобросовестной. Ну, как бы механизм-то он такой, он сложился за последнее время. Действительно, налога, принцип у них стал совершенно другой. Они, если раньше приезжали раз в три года, и такая была обширная проверка, то сейчас они постоянно, не по одному налогу, а по любому, если есть у них какие-то вопросы, они обязательно с нами связываемся, мы поставляем определенные документы туда. Для нас это стало лучше, так как мы в самом начале, если у нас что-то не получается, сразу нас начинают проверять, и мы сразу же исправляемся. Это вообще стало очень хорошо, и мы сами учимся этим. Мы буквально очень плотно работаем у нас, вот, Налинская налоговая инспекция, недавно там у нас был такой случай по ГСМ, вроде там задержали или неправильно, даже отчетность дали, мы послали туда, мы сказали, едьте в налоговую, решайте вопрос, и мы, Ваня, перечислим ни рубля больше, пока там не будет, не дай бог, там, хотя они вроде как бы и добросовестные, все, но вот там какая-то заминка, или была помарка, они все решили, нам налоговая сказала, да, можно, мы, вот, наверное, там, буквально, наверное, завтра там сделаем. Буквально очень жестко к этому относимся. На Ваш взгляд, Владимир Леонидович, вот эта хартия, которая была в 2017 году подписана, она, возможно, на Вас не так сильно повлияла, но с точки зрения честности рынка, отсутствия демпинга цен, да, она была полезна? Ну, если считать, что, да, я думаю, что они, эти трейдеры, играли очень, наверное, большую роль, и они, наверное, ушли с рынка в какой-то мере, ну, плюс там рынок зерное поднялся, ну, давайте понимать, что прошлый год летом цена на зерно доходила там 6 рублей, сейчас зерно 16 рублей. А она, я думаю, что только плюс сыграла нам, и от этого получили все, то есть мы, как производители государства, и, то есть, все стало намного лучше. Ну, и конкретно по Красному Знамени, куда Вы поставляете зерно? То есть, я так понимаю, что Вы производите не только для собственных нужд, да, не только на корм, на переработку и выпуск хлеба, да, который Вы выпускаете в Красном Знамени, но еще и продаете. Куда это зерно идет? Ну, продаем небольшие объемы, но это вот у нас агрохолдинг Дороничи, у нас есть договора, это государственное предприятие, там, кажется, как там, казенное, это где, ФСИН, где они продаем рожь и пшеницу, они перерабатывают и делают из этого хлеб. Вот, наверное, все. В последнее время мы практически даже не увозим, потому что те, которые были, да, там были, вот мы увозили небольшие партии, например, Татарстан, если не дай бог ты туда перевез, бывало, там, 10 тонн лишних, то деньги вернуть обратно вот у этих трейдеров было очень плохо. И мы там, ну, это вот, это совершенно правильное решение. Со всех сторон я считаю, что оно совершенно верно. Денис Александрович, на сегодняшний день Вы, я правильно понял, сказали о том, что таких схем больше нет и быть не может. Именно по зерно трейдингу. Да, говорить о том, что их быть не может, я не могу на сегодняшний момент. Но, да, действительно, если мы говорим об объеме вообще, с чем мы столкнулись, то у нас крупных 49 игроков, 20 из которых вступили в хартию. Это по стране 49? Это у нас, это у нас в Кировской области. Я говорю сейчас только про Кировскую область. И хотел бы еще отметить немного по трейдерам. Да, действительно, там, в ряде регионов, если мы говорим вообще по стране, они ушли с рынка. У нас тоже такой был трейдер, но он не ушел с рынка, он перестроился. Потому что нет такого механизма и нет задачи такой, чтобы исключить из делового оборота, в том числе и тех налогоплательщиков, которые, условно, занимаются посредники, так назовем их. Почему? Потому что тоже правила игры оговорены, они очень простые. То есть, если ты работаешь либо на агентском договоре, либо на общей системе налогообложения, либо как агент, к тебе вопросов тоже не будет. То есть, цель вообще самой хартии, которая заключалась в том, чтобы та прибыль, которая получается, и те конкурентные преимущества, которые есть у предприятий, они не складывались за счет налогов. То есть, если по налогообложению вопросов к тебе нет, у налоговой не будет вопросов, и в том числе по ведению бизнеса любому. Можете я звучу? У нас, смотрите, я два слова скажу. Это трейдер, можно его и назвать оптовиком. То есть, опт он есть и был, есть и будет. То есть, опт – это система. Поэтому здесь мы говорим только о правилах, чтобы все соблюдали эти правила. У нас остается полминуты до перерыва. Я хотела спросить про вот этого единственного трейдера по зерну, который в Кировской области работал. Это местный трейдер или это вот из других регионов? Это местный. Это местный трейдер и давно на рынке. Да. И он с вами пошел на контакт, он понял, как сейчас взаимодействовать, как работать, и остался на рынке и функционирует успешно. Да, я больше того скажу, у него прибыль выросла в 11 раз. И еще и прибыль в 11 раз. А за счет чего? Ну, как за счет чего? За счет того, что он в белую стал работать, и у него объемы. Вот смотрите, очень все просто. Так, подождите, это надо переварить. Полторы минуты перерыва. Как в Кирове обеляют бизнес от незаконных налоговых схем? Вот тема сегодняшнего разворота на бизнес. Олег Прохоренко и Светлана Занько. Давай еще раз. Да, еще раз напомним наших гостей. Это Денис Смехов, руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Кировской области. Алексей Котличков, занпредседателя правительства Кировской области, министр сельского хозяйства и продовольствия. И Владимир Шуваев, председатель СПК «Красное знамя» и член комитета по аграрным вопросам Закоссобрания Кировской области. Денис Александрович нас заинтриговал до перерыва и сказал, что тот самый трейдер, который вроде бы против которых, ну не против которых, а вместе, во благо, я не знаю, но все-таки боролись с серыми схемами. В общем, который попал в проект по зерну, оказывается. Оставшись на рынке, вняв вот эти механизмы, которые были предложены, смог увеличить свою прибыль в 11 раз. То есть не уйти с рынка, не вымыться, не закрыться, не испугаться, не убежать, а остаться и еще увеличить прибыль. Как это могло произойти? Поскольку налогоплательщик подписал в хартию, он в нее вступил, он стал известен другим участникам, поскольку он отказался от этих схем, с ним просто стали работать не только кировские налогоплательщики, но и налогоплательщики по всей стране. То есть у него объем реализации значительно увеличился. Вот за счет этого. За счет оборота, а не за счет дополнительной маржи. Там же все видно. Ты видишь, кто подписал хартию. Значит, эти люди работают прозрачно. Значит, проблем с ними не будет. Значит, с ними можно без проблем заключать договор. Они расширили таким образом свою базу клиентскую. На самом деле, у меня всегда было ощущение, что вот эти все хартии... Это всего лишь декларация, да? Это всего лишь декларация. Перед выборами, когда кандидаты подписывают, что мы не будем в черную с вами бороться, они в результате все равно используют так или иначе черную схема. Это сработало. Это хартия, где ее можно найти? Она на каких сайтах там содержится? Где она выкладывается? Где можно найти этих людей, которые ее подписали? Ну, если вы просто забьете хартию по зерновому проекту в интернете, то это спокойно она выйдет. И все подписанты, которые есть, там порядка 3892 человек, вы их увидите и можете проследить, чем они занимаются. То есть там открытые данные есть определенные. То есть те, которые они согласовали, правила игры, по которым они работают. Опять же, подписать хартию, ведь это не имеет какого-то законодательного, там, силу какого-то нормативного акта. Это добровольная вещь. И вот есть уверенность стопроцентная, что писавшая компания, которая подписала хартию, она будет играть в белую. Вот как это проверяется каким-то образом? Да, конечно. То есть все, кто вступил в хартию, они, во-первых, на контроле в каждом налоговом органе, то есть по субъектам, то есть по всей России, это не только там Кировская область туда вошла. И мне кажется, такой момент еще, если кто-то будет, ну, условно, скажем, там, хитрить, так назовем, да, то у него определенные преференции снимаются. То есть хартия подписана там, условно, с какими правилами. То есть если ты ее подписываешь, то все те периоды, которые были до семнадцатого года, налоговый орган не приходит к вам на проверку. А, вот оно в чем дело. Понятно. Ну, здесь же, как и на строительном рынке, да, мы сегодня не говорим про него, но тема же тоже есть, да. То есть кто в этой ассоциации, и вдруг организация, мне приходится по роду деятельности встречаться со строительными компаниями, которые в сельхозпроизводстве работают, услуги предоставляют, они довольно дорожат своей репутацией, потому как если вдруг мы начнем к ним иметь претензии, их могут включить в список недобросовестный. Они в основе это все как бы беспокоятся о себе. Правильно я понимаю, Денис Александрович, что это своего рода амнистия такая, да? Подписал хартию, работаешь белую по правилам, которые приняты всеми, и мы не поднимаем твою историю до семнадцатого года. Да, такое условие есть, но оно не единственное, там, скажем так, да. То есть здесь прозвучало как раз и репутационные риски, то есть и вообще коллективная ответственность, которая есть там, да, с тобой просто не будут работать. И это, ну, на сегодняшний момент это действует, и действует хорошо. А вот вступить, в нее еще можно вступить? Она открытая, то есть ее можно подписывать новым компаниям, которые туда заходят? Абсолютно. Могут. Что они для этого должны сделать? Какая-то проверка предварительно проходит или нет, только подписание хартии? Нет, вступить можно, но правила определены, ты не должен заниматься деятельностью с недобросовестными налогоплательщиками. И когда ты вступаешь, ты становишься объектом внимания не только налоговой службы, но и тех участников, которые там состоят. То есть вы их сразу же проверяете? Естественно. У меня немножко, хочу отойти от зерновой темы, коль скоро у нас состав участников понятный, да, связанный с сельским хозяйством. Как вообще, Денис Александрович, оцениваете кировских аграриев с точки зрения налогоплательщиков, добросовестности, и есть ли какие-то учебы, тренинги, да, для того, чтобы повышать грамотность, для того, чтобы повышать компетенции именно в вопросе налогов? Так, ну два вопроса позвучало, насколько я понимаю. То есть начну со второго вопроса. Но тренинги мы не проводим, у нас проводятся учебы. Допустим, вот в том году очень актуальный вопрос был по субсидиям, то есть мы достаточно длительное время его обсуждали там на всех площадках, для того, чтобы аграрии смогли, по крайней мере, представление имели, то есть каким образом нужно там заявлять вычеты, в том числе и входит, либо не входит субсидии в налогооблагаемую базу. Ну и говорить о том, что про бизнес там в аграрном секторе добросовестный он или нет, я могу ответственно сегодня заявить, что, ну уже тут прозвучало, что примерно 99% налогоплательщиков, они являются добросовестными. То есть даже вопросов по НДФЛ не возникает? Если вопросы какие-то у нас возникают, они все равно возникают точечно, то мы стараемся их решить в добровольном порядке, без афиширования и выхода на проверку. Я почему спрашиваю? Потому что дальше мы там во второй части будем лес обсуждать, и там оказалось чуть не вдвое уменьшено количество платильщиков налога на доходы физических лиц, чем физически обнаружено было в лесу. Я бы хотел сказать, на самом деле, один из сложных вопросов, это вопросы в бухгалтерском учете и налогообложении. Оно постоянно совершенствуется, и чтобы ошибок не делали, мы регулярно с помощью налогоинспекции проводим кустовые совещания с бухгалтерами районных управлений сельского хозяйства или отделов, с бухгалтерами сельхозпредприятий. С помощью налогоинспекции всегда они откликаются, идут навстречу, и мы это считать учебой или не учебой, это разбиранием вопросов, которые возникают. Один хорошо понимает бухгалтер, другой не очень хорошо понимает. Поэтому мы с налогоинспекцией здесь очень плотно работаем для того, чтобы минимизировать те ошибки, которые есть в учетной политике. Давайте озвучим несколько цифр. Денис Александрович, в результате реализации вот этого зернового проекта налоговая база области выиграла, насколько поступило больше налогов, меньше? Как изменилась ситуация? Результат скажу только по налогам. По базе сложно говорить, потому что тут играет роль еще изменения, которые вступили как раз-таки по субсидиям, то есть заявлял здесь суммы по НДСу на вычет. Могу озвучить цифру, что за 2017-2018 год, почему вместе, потому что этот процесс нельзя ограничить одним годом, потому что там четвертый квартал, особенно активно мы занимались, чуть менее 100 миллионов рублей. Что, больше стало? Это поступило налогов. Поступило налогов? Во все бюджеты. Как-то бы сравнить все-таки, я не очень поняла эту цифру, а результат самого проекта как на ней сказался? Скажу так, дополнительно поступило в бюджет чуть менее 100 миллионов рублей. Но это не связано с лучшим урожаем, например, в 2018 году, к предыдущему периоду. Нет, мы говорим сейчас о том, об эффекте как раз-таки вот... Именно о эффекте этого проекта. Да. Ну и хотелось бы вернуться... А то, что большой или небольшой урожай влияет на НДФЛ. Чем больше предприятие получило, тем больше, чем продало, доход выше, они могут премировать своих работников, и, конечно, это сказывается на налоге, добавленном... Конечно, то есть на НДФЛ. Коллеги, 4 минуты осталось до перерыва, и мы в следующей части программы будем про лесную отрасль говорить. Все-таки два момента. Олег уже спрашивал в программе, задавал такой вопрос, но я хочу для себя все-таки разъяснить. Правильно ли я поняла, Денис Александрович, что налоговая Кировская область самостоятельно не определяет, в какой проект в данный момент вступить вот с этой историей? Это федеральное решение. Проверяют строительные отрасли, все проверяют строительные по всем регионам. Зерно, значит, по всем регионам зерно. Сейчас лес, по всем регионам лес. Это значит, что АПК пока что оставили, и, например, молоко или мясо проверять не будут. Нет, это не так. Мы говорим про проекты. То есть есть, допустим, зерновой проект. Да. Вот лесного проекта АПК на сегодняшний момент нет. То есть мы говорим о том, что мы можем там определенные задачи себе ставить там внутри региона, это мы можем. Используя эти механизмы, которые отработаны в зерновом проекте, об этом предстоит. Ну и эти тоже можем, да. Но говорить о том, что там какой-то лесной проект на сегодняшний момент есть, и он запущен, я пока не могу. То есть как только он появится, мы дадим знать об этом, да, и будем работать в этом направлении как раз-таки по проекту, то есть в том понимании, которое есть там по зерну, условно говоря. Если будут вопросы стоять о харте, либо еще о каком-то документе добровольном, ну, мы будем участвовать в этом процессе однозначно. А на сегодняшний момент говорить о том, что будем либо не будем мы проверять какие-то отрасли, мы здесь самостоятельно выбираем способы и отрасли, на которые мы будем выходить. То есть мы аналитику тоже определенную свою ведем, и это в наших правах, условно, сделать ту или иную отрасль. Более прозрачной. Для проверки, да, чтобы она стала более прозрачной. Ну, просто насколько эти проекты по строительству и по зерну помогли вам, да, и повлияли на другие отрасли того же АПК? Вот зерно проверили, как отреагировали сельхозпроизводители? Стали ли, там, просят ли они такие же механизмы включить, там, по молоку и по мясу? Я это имею в виду. Таких предложений на сегодняшний момент нет. От производителей? Да. Ага, понятно. И тогда еще одно, последнее слово дадим Алексею Алексеевичу Котлячкову. Алексей Алексеевич, мы обычно собираемся в этой студии с предпринимателями в прошлые годы. Вот сейчас процесс изменился. Собирались и ругали налоговую. Вот, значит, проверки, тут налог, там налог и так далее. Насколько сейчас изменилась эта ситуация? И жалуются ли сейчас больше предприниматели? Требуют ли изменения каких-то механизмов? Или процесс теперь вот какой-то обоюдный, я не знаю? Спасибо, вопрос очень хороший. Да, потому что, помните же, у нас были такие жаркие встречи. На самом деле, эти жаркие разговоры идут и сейчас. На самом деле, у нас надзорных органов достаточно много, если так посмотреть на картинку. И Росельхознадзор, и Роспотребнадзор, и так далее. То есть, государство обозначило те надзорные органы, которые работают в правовом поле. То, конечно, от бизнеса все равно есть жалобы в целом, что их много в этом вопросе, а не на качество проверяемые. Хотя, на самом деле, есть... Почему, допустим, один из вопросов успешности Кировской области в аграрном бизнесе, да? То есть, мы с гордостью говорим те успехи, которые есть, про то, чем мы можем заниматься. Если мы не можем сахарной свеклой заниматься, здесь мы и не занимаемся, там и так далее. Это правила, которые надо выполнять. И наши иногда руководители, в первую очередь, из аграрного бизнеса говорят, вот в другом регионе, там меньше, да. А мы говорим, надо делать все правильно. И тогда все получится. Не надо. Государство определило порядок. Если порядок не нравится, вот, пожалуйста, в том числе и депутат у нас здесь, Владимир Леонидович, да, мы можем выходить на законодательство и менять закон, а не менять, там, требования к той или другой проверяющей организации. Это место, как вы сказали, имеет место, да, но мы на этот вопрос всегда отвечаем. Надо все делать правильно, и тогда все получится. Спасибо, мы прервемся. Сейчас разворотный бизнес вернется в эфир через 20 минут. Прощаемся с Владимиром Шулаевым и Алексеем Котлячковым. А Денис Александрович Смехов остается с нами. И во втором части мы будем говорить о Лесе. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok